Контрольные по этому курсу, как вы уже заметили, необычные. Они нужны нам не только для того, или даже не столько для того, чтобы проверить знания, сколько для того, чтобы вместе поучиться и обсудить возникающие вопросы. И поэтому проверять контрольную работу мы будем необычно. У нас есть с вами правый ряд, и правый ряд вчера засветил себя как ряд молчаливый. Именно поэтому мы с них и начнем. Я попрошу сейчас Вадима, потом, соответственно, Алину и Сашу прочитать те вопросы, которые им попадутся. То есть первый, второй, третий вопрос, соответствующие стихи священного писания. И сказать, что вы ответили. И самое главное, обосновать свой ответ. Ну, Вадим, пожалуйста. Значит, первый вопрос. В идее 12 глава, третий стих. Бог обещает благословить через Авраама все народы земли. Это правильно. Прочитайте, пожалуйста, этот стих. Это истина. Значит, благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. Здесь Бог, значит, говорит Аврааму. Если ты выйдешь из земли своей, так как я тебе скажу, и пойдешь туда, куда я тебе скажу, то в тебе благословятся все народы. И все племена, которые произойдут от тебя, я их благословлю. Совершенно верно. И у еврейского народа были большие проблемы с интерпретацией этого стиха. Они считали, что благословение Авраамова касается только их. Что все остальные не просто неблагословенные, а проклятые. Поскольку они не язычники, поскольку они не дети Авраамова. Они по умолчанию исчадия ада. Вот в такой популярной, но неверной интерпретации, они исказили содержание стиха, который мы с вами сегодня читали. По сути, они исказили содержание Божьего благословения, данного Аврааму. И, соответственно, им так трудно было понять, что же сделал Христос. Как Христос начинает призывать, мессия иудейского вроде бы народа, начинает призывать ко спасению язычников. Хорошо. Дальше. Второй ряд. Саша, Алина, кто будет, пожалуйста. Бог не осуждает ложь Авраама, а значит, одобряет ее. Я считаю, что это утверждение ложное. Какую ложь Аврааму? Расскажите нам эту ситуацию. Может, не стоит читать, но давайте расскажем. Авраам говорит, что Сара его сестра. И Амелех берет ее, и Бог потом приходит к нему, к Амелеху, и говорит, зачем ты взял эту женщину, потому что у нее есть уже муж. Да. Вот Авраам обманывает, Бог не осуждает. Бог не говорит ему, Авраам, ты обманул. Что можете сказать? Да, Бог прямо, мы видим здесь, в котором написано ясно, что вот Бог осуждает Авраама, ложь Авраама. Но если рассуждать логически, ложь, всякая неправда, есть грех. А грех Бог осуждает. Следовательно, и ложь, он осуждает. Но здесь написано, что он одобряет, значит, он одобряет ее. Но Господь здесь и вообще не одобряет ложь. И более того, сказать, что не осуждает, значит, одобряет, даже формально неверно. Это не логически. Да, это формально неверно. И если прочитать внимательно, получается, что... Да, пожалуйста. Авраам, может быть, даже и не совсем обманывает. Он сказал, что это... Он же не сказал, что это не моя жена. Он сказал просто, что это его сестра. А она действительно является его сестрой по отцу. Совершенно верно. Совершенно верно. То есть, вот здесь есть целый ряд факторов, которые нужно принимать во внимание. Большое спасибо. Дальше. Псалом 13, первый стих. Сказал безумец сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Библия авторитетно утверждает, что Бога нет. Это ложная ложь. Да, формально это... Значит, смотрите как. Формально это истина, потому что Библия действительно утверждает. То есть, Библия содержит утверждение, что Бога нет. Значит, если бы даже вы сказали, что это истина, вы могли это аргументировать. Это не значит, что утверждение Бога нет становится истинным. Это значит, что Библия содержит это утверждение. Но в вопросе написано «Библия авторитетно утверждает». А вот «Библия авторитетно передает слова глупца, слова безумца». То есть Библия авторитетно воспроизводит позицию безумного человека, утверждающего, что Бога нет. Ожидался ответ ложный, потому что Библия не утверждает это авторитетно, это не есть утверждение. Это скорее воспроизведение того, что говорит безумец. Но при некотором желании, по формальным признакам, мы могли сказать истинно, Библия действительно иногда передает ложь, но сразу в следующих же стихах, в этого псалма 13-го, выясняется, что это ложь, выясняется более того, что это позиция безумца. Хорошо, спасибо большое. И давайте тогда, Валерий Николаевич, дальше. Вопрос, Бог призывает нас мстить врагам. Псалма звучит так. Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет владельцу твоих о камень. То есть вопрос подтверждается вот этими двумя стихами из псалма, но я написал, что это ложно, Бог никогда не призывает мстить. Так вот, когда Господь говорил о том, чтобы уничтожать даже целый народ, вплоть до животных, Он уничтожал грех, Он уничтожал будущее, то, что могло заразить Его народ. Но никогда не призывал мстить. Это мое понятие. Да, Бог, отмщение Бог оставляет как свою прерогативу. Да, не отмщение, я вас дам. Хорошо, спасибо. И Эльвира, пожалуйста. Даниил 9. Читая книгу пророка Иеремии, Даниил понял, что 70-летний виновский пляд двигается к отцу. Мы говорили даже в этом стихе. Спасибо, секундочку. В первый год дали сына Суирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским. В первый год царства не его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Да, читая книгу пророка Иеремии, Даниила, читая писание, понял, что их плен подходит к Ассу. Вы написали? Что это истина. Правильно, спасибо. Ирина? Матфея 20, 11-16. Иисус поощряет неравную оплату труда. Да, но это из серии комичного на самом деле, это из серии того, к чему прицеплялись иногда атеистические авторы. Что там за ситуация описывалась в этом фрагменте? Здесь Иисус рассказывает притчу о работниках. Разные работники подходили в разное время дня и в конце дня получили равную оплату труда. Первые, которые пришли, они возраптали. Такой несправедливости. Они проработали целый день, получили ту же плату, что и те работники, которые пришли в конце дня. На что здесь есть ответ. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званых, а мало избранных. Какой основной принцип интерпретации притчи? Основная мысль. Есть одна основная мысль. Какая основная мысль? Одна основная мысль. Основная мысль, что Иисус имеет власть давать по своему усмотрению и тем, и тем. Я так думаю, что люди, которые будут приходить к Иисусу, получат равную награду, несмотря когда они пришли к Нему, в какое время. В самом конце... Да, и там еще у людей возникал вопрос, если контекст посмотрите. Вот как это так? Начинают приходить люди из язычников и начинают приходить евреи, которые не совсем чистые евреи. Он их принимает? Что это такое? Это такая типичная ситуация, когда ты думаешь, вот я всю жизнь тут Богу служу, а этот хмырь, извините за выражение, покаялся, джинсы в дырках, серьги в ушах, и христианином себя называет. Что, он тоже прощение получит? Как это? Вот несправедливо. Или еще по-другому это можно сформулировать. Я служил всю жизнь, а вот человек перед смертью, за полчаса до смерти покаялся. Он всю жизнь жил, как хотел, грешил, но покаялся. Да, он, конечно, искренне покаялся. Ну что же теперь это? Я-то чего старался? А Иисус говорит, да, первые будут последние, последние будут первыми. Придут язычники, которые возлягут вместе с Авраамом и которые, в общем, будут привитой ветвью на эту лозу. Так что, конечно, притча не об оплате труда. Да, это притча не о том, как Иисус поощряет капиталистическую эксплуатацию и говорит, что одним больше, другим меньше. Дело тут не в эксплуатации, не в оплате труда. Дело тут в праве Иисуса, как имеющего власть, устанавливать те законы, какие он хочет. Так что, вот, пожалуй, можно подвести итог. А так, Сергей или Александр, кто из вас будет первым? Пожалуйста. 2 Петра, 3 глава, 15-16 стих. Петр упрекает Павла в неумении ясно выражать свои мысли. 15 стих. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежда и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Мы написали это ложно, даже если не ходить в контекст, просто читая эти стихи, мы здесь видим, что дело совсем не в Павле. Здесь утверждение, утверждает Петр, упрекает Павла в неумении ясно выражать свои мысли. Вопросе, да. А здесь Петр утверждает, что Писание искажали невежды и неутвержденные к собственной своей погибели, как и прочие писания, не только послания Павла. То есть вопрос, это утверждение неверное, ложное. То есть такое уже, такое было и раньше. Значит, да, вот вариант, который есть в другом переводе, в Радостной Вести. Сейчас, одну минуточку, я найду его здесь. У меня есть книга жизни, там тоже... А, ну давайте сначала книгу жизни, да, пожалуйста. Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много того, что вовсе нелегко понять. И многие, к тому же, искажают написанное им, что они, кстати, делают к своей же погибели и с Писанием. Да, что это нелегко понять. Или в Радостной Вести, как об этом во всех своих письмах вам говорил с мудростью, данной ему Богом, и наш любимый брат Павел. Он говорит об этом во всех своих письмах. В них есть вещи, трудные для понимания. Трудные для понимания, да. И люди невежественны, и нестойкие извращают их, как и остальные писания. Себе на погибель. То есть, вот это извращение есть, это извращение этим людям на погибель. Хорошо. И еще один, до следующей. Это последний вопрос, да, у нас? Нет. Нет, а еще два. Римлян, пожалуйста. Да. Вся моя душа добудет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Спасибо. Здесь утверждается, что Павел учит, что всякая власть – это благо. Мы написали, что это истина. Пожалуйста, девятый вопрос. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет вере и любви, и святости, и целомудрие. Это утверждение ложное. Потому что… А что, через чадородие не спасается, что ли? Нет, не спасается. Как это? Ну, спасется? Написано же вам, нет? Ну, там и дальше же написано. А если вы хотите дважды спастись, так два ребенка. А вот этот же стих, вот этот фрагмент я прочитаю вам сейчас в переводе «Радостная весть». Думаю, что контекст вам даст ответ на вопрос. Я… С двенадцатого стиха. Я не разрешаю женщине учить или руководить мужчиной. Пусть молчит. Ведь первым был создан Адам, а потом уже ел. И обманут был не Адам. Эта женщина была обманута и стала нарушительницей. Впрочем, и она будет спасена, рождая детей. Если, конечно, будет жить с верой и любовью, свято и разумно. А будет спасена, рождая детей. Там условия. Да, если… То есть рождая детей – это не условия спасения. А это даже не средство спасения. А это то, в чем, скажем так, она будет рождать детей, но при этом она будет спасена при определенных условиях. Если условие веры, ее веры будет выполнено. Одна из интерпретаций, которая мне отлично кажется вполне справедливой, заключается в следующем. Помните, как передавался первородный грех? Значит, грех Адама и Евы передавался при рождении. То есть ребенок рождался уже во грехе. Он наследовал грех. И при этом женщина, зная Христа, живя в вере, рождая детей, будет спасаться, если, соответственно, она живет в вере. Если она живет в вере в Иисуса Христа. Кстати говоря, по поводу этого стиха есть еще одна интерпретация, достаточно популярная. Мне она кажется натянутой, но, опять-таки, ее придерживаются многие богословы, которые куда мудрее нас с вами, куда образованнее нас с вами. Дело в том, что слово «спасется», которое здесь переведено, как «спасется», может быть переведено и как «будет сохранена». То есть, и рождая детей, женщина будет сохранена, в смысле, она останется в живых. Жизнь ее... Речь не идет о ее спасении во Христе. Речь идет о ее спасении от... Природ. Да, природах. То есть, Бог сохранит ее в природах, если она пребудет в вере и так далее. И специалисты по греческому языку, некоторые специалисты по греческому языку говорят, что эта интерпретация вполне допустима. Она допустима также, учитывая культуру того времени, когда смертность в природах была очень большая, и женщины буквально боялись рожать детей, понимая, что вот не факт, что все пройдет хорошо. И он дает такое ободрение. Мне кажется, что вариант этот натянут, потому что в контексте... Ну, явно не об этом. В контексте это явно не обещание женщине сохранить жизнь в природах. Но, опять-таки, это одно из существующих толкований. А сейчас мы все-таки перейдем к Вадиму. Вадим, пожалуйста, последний, завершите нам. Значит, десятый вопрос. Откровение. Книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Все стою в двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Значит, вопрос. В библейском контексте этот стих обращен к неверующим. Это истина. Это истина, потому что... Хотя и обращение было к ладикийской церкви... Стоп, 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 подожди. Вы только что сказали. Хотя и обращение было к ладикийской церкви. К церкви. То есть к кому, прежде всего? К церкви. К церкви. Ну, и в церкви есть некоторые люди, и неверующие. Этот текст обращен к верующим? К верующим, да? Только к верующим. Ну, или не только к верующим, потому что в этой церкви могли быть и неверующие. Могли. И тогда, действительно, Вадим совершенно прав, что однозначного ответа на этот десятый вопрос дать сложно. Я не могу сказать, да, этот стих только к верующим людям. Или этот стих только к неверующим людям. Это церковь. Слушайте, если мы с вами скажем, что в наших церквях нет неверующих людей, то, наверное, наши церкви не выполняют свое предназначение. Ну, как это нет неверующих людей? Значит, неверующие люди не приходят, чтобы сюда. Потому что, чтобы покаяться, они, по крайней мере, сначала должны сюда прийти. Вот. И поэтому, да, еще лет так 10 назад, а может быть даже меньше, я со свойственным каждому из нас, на самом деле, юношеским максимализмом говорил, «Да, конечно, эта стандартная интерпретация неправильная, конечно, этот стих к верующим людям обращается». Но потом, читая, вчитываясь в контекст, стал понимать то, что, допустим, Вадим понимает уже сейчас. Действительно, там есть разные люди, и действительно дать интерпретацию в этом случае какую-то одну достаточно сложно. Да, собственно говоря, смысл вопроса в этого стиха, смысл этого стиха не в том, к кому он обращен, к верующим или не к верующим, а в том, что Иисус стучится в сердце человека. В сердце неверующего он стучится для того, чтобы войти и вечерить с ним, да, чтобы быть в его сердце. Так и в сердце верующего человека он стучится, когда мы говорим ему, ты знаешь, не, нам без тебя хорошо. Он стучится для того, чтобы открыть, попасть в наше сердце, быть здесь. Вот поэтому будьте, пожалуйста, здесь очень аккуратны. Это как раз один из тех вопросов, где можно дать обе интерпретации. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok